Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Красоту родных вершин Ксакат Акатля. Это название выговорить с первого раза нереально, поверьте. Как утверждает персонаж, туда стоит съездить, чтобы увидеть удивительные места его родного края. Жаль, что этого мы не сможем сделать. А вот Энча вполне... Мои горы в моем городе – это красивое, чтобы видеть Энчантри. Когда борьба закончена, я мог бы туда взять. Его главная задача – поиск крови. А если нужная цель не захочет отдавать ее добровольно, как бывает в 99% случаев, тогда Bloodseeker забирает бесценную жидкость самостоятельно. Зачем ему это делать? Во славу своих богов, конечно. Дело в том, что Сикер связан с так называемыми бескожими близнецами, которые нуждаются в жизненных соках наземных существ. Чтобы уберечь свой родной край от гнева близнецов, персонаж носится по всему миру, как у гориллы в поисках новой жертвы. Удержать его фактически нереально. Ведь если Сикер перестанет делать подношения божествам, пострадают жители его родного края. Связь между персонажем и бескожими близнецами настолько сильна, что Стригвир носит повязку на глазах. Видеть жертву ему не обязательно. Главное – учуя запах крови. Бладсикер дерется в разных битвах. Чем кровавее, тем лучше. Наверняка он принимал участие в противостоянии Бронзового Легиона и Армии Красного Тумана. Даже больше этому парню нравится Сорлахан. О, Сорлахан. Сорлахан. Благословим, которое мы сладим. Сорлахан, ты великолепный. Но это далеко не единственное приключение Сикера. Однажды он пришел в королевство, где казни совершали исключительно на виселице. Хотя персонаж любит кровавые расправы, ему пришелся по душе такой тип убийств. Скрывая свою личность, Тригвир провел несколько месяцев в этом городе, изучая здешние обычаи. Вскоре он обнаружил, что казнь чем-то похожа на подношение. Только вместо богов эти жертвы были предназначены толпе, которая неистово желала увидеть очередного обреченного преступника. Демон по имени Эс Джок пытался подчинить волю Бладсикера себе, чтобы получать силу крови. Бескожим близнецам это, конечно же, не понравилось. Но поначалу они даже игнорировали такое недоразумение, чуть не потеряв своего лучшего охотника. А вот когда дело дошло до битвы древних, божества почувствовали, что нашли золотое дно. Тут герои захлебываются кровью, которая так нужна Близнецам. Другие персонажи все время намекают на это, когда встречают Сикера. Повторяйте с мной, и вы найдете все крови, которые вам нужны. Вы можете ликнуть мою кровь, если захлебываете. Твины лучше найдут новую лаппинг-догу. Осторожно! Мой кровь и алкоголь уровень fatal. Успокойся, Бладсикер. У тебя есть правая идея, Бладсикер. Но плохой мастер. Ты – блейд-мейк, я – блейд-мейк. Твоя кровь живет холодно. Ну, а Бладсикер напоминает другим персонажам о своих предпочтениях. Твоя кровь в воде. Твоя кровь был преступник, спрашивая меня, чтобы его свободно. Твоя кровь должна быть 180 веществом. Потребляться от этого крови – это риск за слабость. Бладсикер. Бладсикер имеет слабый вкус. Мои боги требуют от твоего бога. Господь, который не пьет кровь, не требует пребыващих. Бх, нет в этом крови. Мои крови не могут слабо слабить этого. Но все равно исцелит. Твины счастливы с твоим работом, Падж. Сангарик, Секарада. Я люблю сливку серума в сутки. Я люблю сливку репамма в сутки. Не будь негативным, будь позитивным. Остается одним из самых суровых персонажей в Доте 2. У него есть четкий план, и он его придерживается. Но собирать кровь до конца своих дней – не очень приятная перспектива. Кто знает, может, бескожие близнецы когда-то подарят ему носок и отпустят на свободу. Пока что об этом рано думать. Ну а вы напоследок запомните. Даже если вас тошнит от вида крови, все равно посещайте иногда докторов. Здоровье важнее страха. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok